Здравствуйте, уважаемые горожане! В эфире телеканал АРИС Новости в студии Владимир Антошкин. Театрализованное представление в ДК «Рассвет», фотовыставка в Крывеческом музее и исследование биографии Фёдора Ушакова в городской мэрии. Такие мероприятия прошли в Кумертау в честь представления Крестителя Руси князя Владимира. Всё это в рамках недели истории и литературы. Завершились мероприятия пятничным фестивалем в филиале РЦНТ «Дуслык». В минувшую пятницу, 13 ноября, в Кумертау завершилась общегородская неделя истории и литературы. В её рамках провели серию мероприятий, посвященных тысячелетию со дня представления Крестителя Руси князя Владимира. Закрыл праздничную программу фестиваль под названием «Многое лето русской земли». Его провели в филиале РЦНТ «Дуслык». Почётными гостями стали глава администрации Кумертау Борис Беляев, председатель городского совета Юрий Мельников и ряд иных официальных лиц. «Веками ты стояла, некрещённая, как Богу защитить от бед себя? Ведь ты, святой водой неорошённая, грешила, верность Родине храня». Собравшихся горожан приветствовал владыка Николай. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в организации мероприятий, а также провёл торжественную церемонию награждения. Главе администрации Борису Беляеву вручили юбилейную медаль Русской Православной Церкви в память тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира. «Мне сегодня очень приятно получить такую высокую награду, но эта награда, она идёт не только для меня лично, эта награда идёт всему нашему городу Кумертау. И я хочу, уважаемые друзья, сказать, что все наши начинания, которые мы реализуем в городе Кумертау, они идут с благословения владыки Николая. И я уверен, что наш город Кумертау, он будет самым лучшим, самым красивым и самым здоровым городом Российской Федерации». Организаторы мероприятий в честь праздника получили почётные грамоты и благодарственные письма. Фестиваль продолжили выступления местных танцевальных и вокальных коллективов, дополнили картину концерта учащиеся и преподаватели воскресной школы. Отмечу, что полную версию концерта можно посмотреть на нашем сайте arisdefistv.ru, а также на странице «Арис» телевидения Кумертау во Вконтакте. Напомню, фестивалю предшествовал ряд мероприятий, посвящённых тысячелетию со дня представления князя Владимира. Помимо прочего, этому событию посвятили фото-выставку под названием «Патриарх. Служение Богу. Церкви. Люди». Её открытие накануне провели Владыка Николай и глава администрации Борис Беляев в Историко-Краеведческом музее. Выставка условно разделена по пяти направлениям. Устроение церковной жизни, церковь Святой Руси, единство веры, диалог с обществом и свидетельство о православии. Выставка будет работать в Кумертау до конца ноября. Посетить её могут все желающие. Вход свободный. К другим темам. Груда искорёженного металла, малопохожая на автомобиль. Такую экспозицию выставили сотрудники ГИБДД возле Вечного огня. Цель акции – почтить память погибших в дорожных авариях и напомнить автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Подробности узнавала Олеся Пылёва. Инспектор ДПС, старший литератом полиции Боков. Сегодня у нас проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. К вам, дети, обращение, прочитайте. Я думаю, чтобы вы соблюдали в дальнейшем ПДД, берегли себя и своих близких родственников. Всемирный день памяти жертв ДТП, начиная с 2005 года, отмечается каждое третье воскресенье ноября. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту. Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более 3000 человек, и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших – пострадавших молодежь. Всемирный день памяти жертв ДТП организуется с целью привлечь внимание общественности к гигантским масштабам смертности и травматизма на дорогах. В очередной раз обратиться к участникам дорожного движения с призывом о необходимости взаимного уважения, соблюдении правил дорожного движения и повышении водительской культуры. Учащиеся среднеобщеобразовательной школы номер 10 совместно с инспекторами ГИБДД провели в этот день акцию. Ребята подготовили письма обращения к водителям. В своих письмах маленькие участники дорожного движения обращались с просьбой к водителям уважать пешеходов, быть внимательными на дороге, пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами, не нарушать ПДД. Каждое из этих трогательных обращений нашло своего адресата. Не ходите с жертвами ДТП, соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо. Водители с пониманием относятся к таким акциям. Спасибо. Будем соблюдать ПДД, ездить аккуратно, не нарушать. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели и увечий. Среди основных причин ДТП – превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. Жизнь, она дороже всего на свете, особенно жизнь пешеходов и жизнь своих близких. То есть водитель, когда садится за руль автомашины и везет пассажиров, он отвечает за всех пассажиров и должен соблюдать правила дорожного движения. Также он должен соблюдать этику вождения. В некоторых случаях можно и уступить дорогу. В некоторых случаях, где чувствуешь, что ты прав, а машина выезжает неправильно, ну, лучше уступить, притормозить и не создать аварийную ситуацию. Также я хочу обратиться к жителям города, чтобы переходили дорогу в установленном месте, на пешеходных переходах, не перебегали дорогу, потому что сейчас погодные условия такие, что гололед на улице, не всегда машина может резко остановиться из-за погодных условий. Олеся Пылева, Владимир Кузьмин, Новости. На этом с новостями все. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова